Если работаешь через Яндекс.Такси или Убер, рекомендую сертифицированный парк Эксперт Парк. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки, выплаты без комиссии, также есть в Моментал. Также подключается сети Мобил в Москве и Санкт-Петербурге. Если поторопиться, то можно получить бонус 6000 рублей в месяц за клейку. Если через парк стать самозанятым, то можно получать кэшбэк на заправки, и это может окупить налог самозанятого. Также можно зайти к ним на YouTube-канал, ссылка на их ролик и на сайт находится в описании. Всем привет! К сожалению, я перевыпускаю ролик, я его не удаляю, да, просто перевыпускаю. Естественно, поменьше просмотров он соберет последний. Но связано это с тем, что Димочка пожаловался, и я решил, возможно, у меня не очень хорошо были закрыты лица, да. Ну, собственно говоря, он такой же, как и был, я не считаю, что что-то нужно там менять. Но рассказать об этом, почему это так произошло, почему его перевыпускают, стоит. YouTube на самом деле очень сложная тема, здесь не получится, как в Инстаграме, знаете, кнопочку нажать, там уже фотографии у тебя на страничке. В YouTube нужно, конечно, работать, прям нужно что-то отдельное, чтобы у тебя сидел какой-то человек, этим всем занимался. Не по кнопке он перевыпускается. Ну и Дима, ты по-любому увидишь этот ролик, посмотришь его, знаешь, ты ни о кого напоминаешь, судя по этому ролику, который вы сейчас посмотрите. Все мы когда-то, да и сейчас смотрим порнуху, да. И по-любому кто-нибудь попадал на такие ролики, когда вот кто-то кого-то чикает. А есть еще один человек, который за этим просто наблюдает. Собственно говоря, это Дима. Приехал к бару, руки вверх. Меня сюда приглашал недавно мой бывший сменщик Виталик. Он здесь что-то отмечал, но сказал, что фигня, короче, не знаю, с его слов. Ну, девчонки какие-то что-то ловят. Они думают, что это такси, типа это, каршеринг поехал. В такую погоду, если встать на улице, яйца могут скукожиться, ну так холодно, капец. По-хоже, мать. Дим, не закрыл дверь. Он сам закроет. Дим? Все. Ты везул такси опять? Да. Блядь, ты гонишь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я его просто попробую, как с ним везет. Он сам закроет. Так выпьем, за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Алло. А уже все, зай. Что все? А надо было раньше просить. Немножко просить. Давай, давай, целую. Пока. Мы с вами едем. Ну, естественно, со мной. Поехали. Так удобнее? Господи, как это очень круто. Дайте сначала просегнуться. Давай, все. Божечка, как это пиздато. Что? Извините. Это очень круто. Такси Майбок, зачем вызвал? Я ничего не вызывал. А кто это сделал? Ну да, оно само понятно. Заяц, ты моя-моя солнышка. Да, Заяц, пожалуйста, спроси. Не сразу, не Майбок. Ничего. Просто человека вызывал, который просто вот... Куда мы едем? Можно я спокойно? Пошечка, можно я порули? Попробуй что-то. Нет, не порули. Она не просто водительный детей. Можно вообще порулить? А можно музыку какую-нибудь поставить? Если не с вас. Я могу и ртом, в принципе. Рулить что-то? Что, да, вообще легко. Есть? Музыка? Да. Да? А можно справа... Вы простите, пожалуйста, мы просто отдыхаем. Можно вот справа, кстати, машина остановится? Все хочет, что ли у тебя плохо? Вы все? Готово? Нет, понимаешь, просто девушка... Готово? Куда? Все хорошо. Думаю, что у тебя плохо? Нет. Все дошли? Нет. Может, ты не стоишь? Нет. Здорово. Здорово. Вы в обезьяну? А вы с нами пойдете? Я? Да. Нет. Он не живет по таким кругам, ты что не видишь? Стесняетесь? Я стесняюсь? В обезьяну за ними. Стесняться? Обязательно. А пойдите со мной. С вами? Да. Я почему могу думать, что я пойду гулять, если я работаю сейчас? Это единственное, что у вас все выходной у вас? А? У вас выходной. Работа, да? Нет, просто, ну, понимаете, когда подготавливаешься, типа, к работе, там, все. Там шутка, на самом деле. Мы просто отдыхаем после работы. Вы просто проверяете, стесняйся или нет, наверное. Да. Да, 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 на самом деле, да. В смысле? Нет. Мне же не 15, чтобы заснять. Вот таких мужчин и нужно постоянно рожать. Рожать? Почему люди рожают других? Я не понимаю. Ну, серьезно. Он, это, у вас обесценивает. Подождите, молодой человек. Дима, ты чего хочешь? Курить здесь нельзя. Что вы там бьете? Не надо бить. Все хорошо. Димочка, здесь курить нельзя, зайка. Мы сейчас приедем. Нет. Чего ты хочешь? Курить здесь нельзя, Дима. Мы сейчас приедем, покуришь, ходишь на улицу. Чего там? Димка. Дим. Да, сейчас приедем. Доролей. Мы сейчас домой едем. Доролей. Почему? Знаете почему? Потому что Дмитрию выделяете меньше внимания, чем водителям. Да, потому что я идиот. Что Дмитрию выделяете? Меньше внимания сейчас уделяете, чем водитель, наверное. Из-за этого. А, нет. Так, пожалуйста. Я вообще не уделял вам внимания. Можно? Как тебе? Димочка, здесь курить нельзя, зайка. Чего там? Может, курить нельзя? Не-не-не, это молодой человек, оно замерзше, все на улице минус 13. Откройте окно. Я могу открыть шторку. Откройте, пожалуйста. Дима, не открывай. Зачем делал? Что, спасибо большое. Ну, оно, видите, замерзло. Не открывайте, Дима. Просто замерзши. Ну, потому что на улице минус 17. Дима, давай две минуты подождешь. Сколько ехать? Ну, семь минут нам ехать. Ну, две минуты осталось. Вы только не обижайтесь на него. Ну, я не обижаюсь, просто, ну, не надо бить, как было. Нормально. Да ладно. Он нас чуть-чуть переотдохнул. Все хорошо, я понимаю, просто, ну... Дим! Дим, сейчас уже приедем. Дим, я тебя сейчас сама ударю. Дима! А вы что хотите, молодой человек? Ничего. У меня тоже майбах, да? Нет, это не майбах. Ну, все же. Ну, я понимаю. Подождите, там машина, вы сейчас ударите машину. Извиняюсь, только не бейте. Хочу вам посоветовать надежного партнера, это компанию Parimatch. У них сейчас проходит суперакция. При регистрации по ссылке в закрепленном комментарии вы получите 100% бонуса к первому депозиту. Причем бонус придет сразу же после пополнения. Parimatch на рынке уже давно с ними сотрудничают такие спортсмены, как Конор Макгрегор. А самое главное, компания легальна на территории всей Российской Федерации. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получай бонус. Что еще? Дим, дверь закрой. Мы сейчас закончим поездку. Закройте дверь. Закройте дверь. Давай, дверь закрой. Понимаете, в таких случаях, если бы сейчас случилось неисправное, это было бы очень плохо. Это еще повезло, что машина не пролежала. Закройте дверь, там машины едут, закройте дверь. Нормально, закройте. Не надо открывать дверь, если вы сейчас ударите дверь, неисправный произойдет, понимаете? Я не собираюсь. Я сейчас просто остановлю реально поездку и закончу, потому что это ненормально. Понимаете, если вы дверь открываете, сейчас машина как-то ударит, потом мы будем судиться и все такое. Мужчина в личном и решит. Пост есть. У него есть камеры наблюдения, которые делают все это в салоне. А значит, что? Это означает то, что мы не можем здесь хулиганить. Мы три обезьяны у вас уже в салоне, мы не заметили, зоопарк. Можете продавать билеты. А я четвертая, Макака получается. Нет, вы это, Кассирка, уходите с нами. Мы слили где-нибудь, где есть право. Это понравилось. Давай уже доедем и все. Просто выйдем. Здесь нельзя останавливаться. Нет, давайте, пожалуйста, мы остановимся там. Мы находимся в центре Москвы, где нельзя останавливаться. Вот и все. Не обращайте внимания. Дима, блядь. Заткнись, пожалуйста. Мы здесь не можем остановиться, потому что я не хочу. Я не хочу. Я не хочу идти пешком. Хуй с ней. Хуй с ней. Как обезьяна хоть кому-нибудь, ты поздравился. А если это мой последний шаг? А если это мой последний шаг, я даже не знаю. Что, прости, обезьяна, у тебя последний шаг? Наверное. Я даже не хочу об этом думать. Друзья, я промолчу. Девушки, не можем вы сходить на этот смех? Может, у вас домой лучше, а не в обезьяновье? Да, можно. Это вы шутили сейчас? Да. Нет, вы с ней. Да, она шутила, конечно. Поняла. А вы знаете, что это веселый туфель? А три обезьяны? Да. Какой веселый, в смысле? Ну, тематишка. Все очень. Там как раз девочкам искать последний шаг. Ну, сначала Волтуфева, потом Жуковский едем? Да. Сначала Волтуфево, а потом Волтуфево. Нет, Зеленоград сначала, пожалуйста. В Зеленоград? Да. Так я так буду работать, скататься. Вот, ты задай тебя. Ты останови ее, боже мой. На следующий шаг. У вас нет сигареты, а? Сигареты нету, спасибо. Спасибо. А я думал, она мне факт показывает, а она спрашивает сигарету. И ты? Пассажирка. И ты спустил для того, чтобы убедиться, факт, но она тебе показывает. А, ну, я подумал, что мне факт показывает реально. И чтобы ты ей ответил, если бы она показала факт. Меня сначала показала, типа она показывает во. А если бы она тебе показала факт, что это я, блять? Что это может означать? Значит, очень маленький какой-то. И хуя же, блядь. Я? Так я в тематический клуб с вами еду. Ну, отвожу вас. Ну, можно меня сразу сюда побыть? Ну, не знаю так. Дмитрий решает, ну, кто вызывал автоматы. Все, в три обезьяны приехали. Сейчас тебя, это, Дмитрий посадит, и там будет путь в три обезьяны. Он уже привез, смотри какой, Евгений, он у нас замечательный. Жень, вези. А ты по ней страдаешь, на. У вас наверняка и деньги, которые можно разместить в инвестите. Шо? Опять? Какие? А это мы с вами отдельно поговорим. Если вы приедете, на 27, мы с вами начнем. А как ваша компания назвалась? Канвесицы? Первый раз. Нет, у меня только Майбах и больше ни копейки в кромать. Подождите, молодача. Дима, закрой дверь. Что еще? Тогда ручку дай сюда. Дим, дверь закрой. Дима, пожалуйста, давай не будем экспериментировать. Дима, дверь есть? Есть. Почему я не плачусь? Господи, можно ли мне просто... Мы приехали. Закрой. Закройте дверь, молодой человек. Дверь закрой. Дива. Извините. Ну, я правый человек, не знаю. Я вот здесь где-то вас высужу, наверное. Хотя бы не в снег. Спасибо, что не в снег. Все? Извините за... Да нормально все. Ну, бывает. Да бывает, конечно. Этот Дима, конечно, странный человек. Просто странный. Сейчас он мог так попасть. А Яндекс в этом случае сказал бы, вы можете написать заявление в полицию. У меня хотя бы доказательства были бы. 19 минут, 2 300. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok